Олег, здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, третий съезд народов Северного Кавказа сейчас на повестке дня, на повестке этого эфира, этой части эфира. Что тут можно и нужно отметить важного? И, конечно же, в контексте непосредственно российской агрессии против Украины, поскольку я знаю, что представители народа Северного Кавказа далеко не все поддерживают так называемое СВО и в большинстве своем хотели бы непосредственно больше поддерживать Украину. Пожалуйста, вам слово. Тут несколько аспектов, несколько моментов. В первую очередь это то, что в Европарламенте на одной платформе собрались разные представители разных народов. Это было и Чкерия, и Дагестан, и Ньюшкетия, и Черкесия. Это является показателем того, что этим народам нечего делить между собой. То есть, в принципе, они готовы объединяться ради независимости не только конкретной страны, будущей национальной республики, а всего Северного Кавказа. И много раз об этом говорилось, о том, что так называемая борьба одного народа с другим, борьба, проявление того, что было, например, в Махачкале. Это то, что не присуще этим народам. Это привнесено оттуда метрополией Москвы, которая настраивает друг против друга, проводит такие провокации. Ведь можно взять пример, например, соседние страны этого же региона, Грузия, Азербайджан, где таких проявлений абсолютно нет. Такие проявления присутствуют только там, где присутствует Россия, Москва, Российская империя со своими интересами. И самое главное, то, о чем говорили представители и что было еще присутствовало на этом форуме, то, что на этом форуме были представители Европарламента. Это и из, я прошу прощения, и из Франции, и из Польши. И у них были очень точные и верные слова о том, что свобода и независимость стран этого региона, о будущих национальных странах этого региона, она кроется непосредственно в победе Украины. Без победы Украины независимо суверенного, экономически обеспеченного Северного Кавказа существовать не может. Более того, что меня еще обрадовало, что и Анна Фатеги, и представители Франции сказали, что эта война в Украине, это не есть региональная война. И их помощь Украине, это не есть просто помощь. Фактически мы все находимся в этой войне, независимо от того, где мы находимся. То ли мы являемся чекирийцами, которые воюют под Авдеевка в составе армии Украины. То ли мы есть представители условных иных народов в Легионе, Легион России, либо РДК. То ли это польские депутаты, то ли это французские депутаты. Все прекрасно понимают, что Украина должна в этом победить. И в данную борьбу вкладывает каждый свой. Кто-то кровь, кто-то денег. Но это нельзя расценивать как помощь. Это в какой-то степени обязанность наших партнеров помогать Украине. Но в большей степени, как сказали депутаты Европарламента, это есть борьба за будущее большого европейского проекта и вообще за существование Европейского Союза в том виде, в котором есть. Эта борьба, скажем так, эгоистична, но в первую очередь за себя, а не только за Украину. И это правильно. Потому что такая концепция, такое понимание этой войны, понимание этой помощи прокладывает долгосрочное сотрудничество и долгосрочную помощь. Более того, много раз прозвучало и остальных представителей Евросоюза о том, что они в этой борьбе за себя в первую очередь будут предоставлять столько помощи, сколько необходимо, и в тот период, который необходим. Олега, важно понимать, сколько представителей Северного Кавказа приехали на этот съезд, учитывая то, что важно, что представители США, Канады, Турции, Украины, Иордании, Франции и других стран также приехали, чтобы подчеркнуть важность этого съезда и то, что поддерживают представители Северного Кавказа в их желании стать независимыми. И, конечно же, тут важно еще понимать цели. То, что происходит эта встреча в Брюсселе, говорит ли о том, что в дальнейшем это будет вектор Европейского Союза или какое-то там сотрудничество, как видят свое будущее, собственно, представители Северного Кавказа? Вот какие страны, скажем так, самое главное на этом съезде, и какое будущее видят, проевропейское или какое-то другое? Там присутствовали на этом заседании представители народной имушетии, представители Дагестана, представители Ичкерии, представители Кабардино-Балкарии, представители Черкесии. То есть практически весь Северный Кавказ имел своих представителей на этом форуме. Естественно, все говорили о том, что их основная цель, которую они хотят достигнуть, это, в первую очередь, независимость. Договориться о существовании на Северном Кавказе они всегда смогут, эта платформа это показала. Более того, Ахмед Закаев и еще ряд представителей других народов, в том числе Дагестана, говорили о том, что как может быть более дальняя цель, более стратегическая, это этот регион как часть большого Европейского Союза. Но все прекрасно понимают, что эту цель можно достичь только в том случае, когда Российская империя перестанет существовать в принципе как политическая и государственная структура. Тут буквально уточнение, но больше информации, конечно же, от СМИ представителей народа чеченцев, то есть той же Ичкерии, скажем так. Говорит ли это о том, что именно этот народ будет, скажем так, как во главе всех остальных народов Северного Кавказа, или действительно все будут в равноправных положениях, и с юридической точки зрения, потому что, как вы обозначили, главное они сейчас в своем будущем видят эту независимость, свою народов Северного Кавказа. Вот как вы считаете, будет среди них ли какой-либо выраженный лидер, скажем так? Ну, по поводу Ичкерии я бы сказал так. Просто Ичкерия прошла достаточно длинный путь, и нам больше неизвестно. Тот же Ахмад Закаев, который боролся за независимость Ичкерии еще с 90-х годов. Естественно, они прошли, имеют больше перспектив. Но это претензии на лидерство не должны разъединять народы. Там все народы, все будущие национальные республики должны быть равны между собой. По-другому не получится все-таки такой регион. И в качестве знака такой равности, и том, что Ичкерия Ахмад Закаев, например, не претендует на первенство в этом процессе, лидерство этой платформы сегодня было анонсировано, передается представителю Черкесии, черкесского народа. Они будут руководить этим процессом. Тем более, что они имеют большие связи и большие контакты с Соединенными Штатами Америки и готовы на себя возглавить эту роль и помогать в этом процессе. Возможно, через год это будет какая-то очередность, передадут другому народу. Это, в принципе, нормально. Кстати, по такому же принципу, например, построен Европейский Союз, где руководцы Европейским Союзом постоянно по очереди приходят к разным странам, к разным участникам, членам Европейского Союза. Это абсолютно демократически. Нужно признать, что сегодняшние представители, которые были на этой платформе, Съезда народов Северного Кавказа, они все секулярные. То есть это не региональные, это не религиозные движения. Это абсолютно демократическое движение, которое видит свое будущее на тех же принципах, например, по которым построены Европейский Союз или Соединенные Штаты Америки. И на данной платформе Украина может быть частью, скажем так, помощью, инструментом и обязана быть инструментом достижения их свободы. Ну, а в свою очередь, и они для нас являются инструментом, в том числе и на наших фронтах. Почему я начала вспоминать именно Ичкерию, тоже Чечню, да, я так понимаю, все-таки эта страна после развала Российской Федерации вернется к этому названию. Но это мы уже потом будем обсуждать. Важно, что отметить, что за последние 25-30 лет в Чечне Россия убила более 300 тысяч мирных жителей. Больше 40 тысяч из них – это дети в возрасте от 1 года до 12 лет. Об этом заявил премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, выступая на пресс-конференции в Киеве. И, по его словам, сегодня уже украинцы, как никто другой, понимают, что такое российская агрессия. Убивая детей, Россия убивает будущее. Избежать этого можно было бы, остановив агрессию Путина в Чечне. А есть ли понимание, как это можно сделать, даже после того, как Украина победит в этой войне, в этой агрессии Российской Федерации против Украины? Насколько это вообще можно будет, в принципе, дальше, как себе это представляет, продолжение борьбы? В тот же день, не сиюминутно будет разваливаться Российская Федерация. Возможно, дальше эта агрессия перебросится и на народы Северного Кавказа, в том числе, потому что начнут они вспоминать о своей независимости, не только вот на таких подобных встречах, форумах, как и потом, да, требуя своей независимости. Как вы считаете, как они видят потом дальше отношения с Российской Федерацией? Ну, здесь можно согласиться, например, с евродепутатом от Франции Рафаэлем Лаксманом, который заявил о том, что война, вот это вот проявление имперскости такой, новой имперскости, не новой имперскости, она проявилась даже не в 2014 году и даже не в 2007, а во время мюнхинской речи Путин. Она проявилась гораздо раньше, как вы сказали, во время фактически геноцида чеченского народа в 90-х годах, когда во главе был Ельцин, и это, по сути, проявлением всего этого государства, не только Путин, все его имперскости, геноцида, где Россия, там всегда кровь, война, убийства, что в Чечне, что в Украине, что в Дагестане сейчас, кстати, творится. Та же самая история. Относительно будущего, вот это вот государство под руководством вот этих двух нелюдей, которые сейчас на экране, победа Украины, это фактически означает развал этой Российской империи. И это уже начинает признавать практически не только наши европейские партнеры, которые иногда побаиваются этих процессов, это нужно признать, но это даже осознают политические военные эксперты непосредственно с Российской империей, и потому и ставят вопрос о том, что Российская империя, безусловно, с их точки зрения, должна победить войне. Но у них не удастся, Украина победит. И после этого процесса, когда Украина дойдет до границ 1991 года с помощью всех наших партнеров, с помощью представителей народов Северного Кавказа, другого пути, как развала Российской империи, не будет. Потому что будет явно видно, что сил удержать свою территорию, огромнейшей территории у них нет. Это будет фактически, скажем так, стартовым выстрелом пистолета для того, чтобы те же Дагестан, которые имеют все возможности для того, чтобы начать национально-освободительную борьбу, Ичкерия, все страны Кавказа, Сибирь, которые очень проявляются эти тенденции к своей независимости, начать одновременно свою борьбу и начать создавать свои национальные государства. После поражения никаких сил у Москвы для того, чтобы удержать эти республики и держать их под контролем, под давлением практически не будет. Это взаимосвязанные процессы. И другого пути, другого исторического процесса для них не существует. Ну, если уже говорить об этом, даже так называемые хорошие русские, которые до глубины души, до ногтей на ногах, все-таки ощущают себя имперцами, даже они это признают, начали признавать, что любое поражение России в этой войне означает тут же моментальный распад Российской империи. Но это также и вызов и для нас, и для них, и для наших партнеров, которые должны к этому готовиться и понимать, каким образом мы будем устраивать жизнь на этой территории, какие структуры там будут, как будет устроена экономика, какие национальные республики будут, и каким образом эти новые части бывшей Российской империи будут интегрированы в структуру мировой безопасности. Олег, напоследок хотелось бы просто уточнить мой вопрос, поскольку почему я об этом спрашивала после развала Советского Союза, Российской Федерации. Вы абсолютно правы. Они мало чем отвечают. Просто вот в чем вопрос. Есть ли хоть какие-то гарантии безопасности и от каких стран, возможно, уже это оговаривается, поскольку наверняка тот же Кадыров, Рамзан, который захочет оставить свою власть, он будет призывать, конечно же, российские войска или какие-то там силы, чтобы оставить эту власть. И, возможно, это будет третья чеченская или еще какая-то война. Мы не знаем, как это все может обернуться. Кто может помочь этим маленьким народам сохранить свою независимость и, естественно, в дальнейшем, как они этого хотят, отделиться от Российской Федерации. Вот если все-таки завяжется военный конфликт. Мы исходим из того, что при достижении Украины украинскими войсками границ 91-го года, конечно, когда начинаются эти процессы развала, тот же Кадыров может кричать и требовать, чтобы Москва дала им какую-либо помощь. Есть связь? Нет? Все нормально? Да, да, Олег, продолжайте. Да, да. Тот же Кадыров может существующий на тот момент власти в Москве обратиться с призывом, дать им войска для того, чтобы потопить крови, новое восстание, новую национально-свободительную борьбу. Только есть один нюанс. Трупы с земли не встают. Нет, не будет армии. Она вся будет в земле, в грунте Украины. И вот эти вот зомби уже не встают и ничем они не помогут. Сил просто не будет. Олег, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Я напомню, что Олег Дунда, глава межфракционного объединения Верховной Рады Украины за деколонизацию и демонтаж Российской империи был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.